ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Десятков миллионов гривен на то, чтобы все это привести в порядок, но мы видим, в очередной раз я показываю, в каком плачевном состоянии он на сегодняшний момент находится. То есть это говорит о том, что мы потратили деньги, но те, кто решил потратить их, не захотел потребовать качественного выполнения работ. То есть в данный момент получается жуткая картина. Вот вы видите, везде все облезшее, дальше некуда. Кстати, вот обратите внимание, вот эти спуски, они в таком состоянии, они сделаны вроде бы красиво. Потрачены деньги, но куда потрачены деньги, получается в никуда. Почему? Потому что ими никто не пользуется, ими не могут пользоваться люди с инвалидностью, ими не могут пользоваться люди, мамочки наши с колясками. Ими нереально пользоваться, они сделаны непонятно по какому проекту, непонятно с каких соображений. Вообще уму непостижимо, как можно было додуматься даже делать вот такое за наши с вами деньги. Деньги потрачены в никуда. Власть просто закрывает на это глаза. Просто списали, галочка поставлена, сделали. А правильно ли сделаны, абсолютно никого не интересует. Опять же потерянный лист стекла, по сей день так и без стекла. И эта часть вообще, она там, он валяется, конструкция. Вот посмотрите, вот этот шов, это жесть. Буквально в пятницу мы попали с семьей под дождь, и там внутри дождь идет. Ну вот, посмотрите еще и это видео, которое я в пятницу снимал. Как так можно принимать такие работы, кто несет ответственность за такое, я не могу понять. Ну и дальше, вот вы видите, какие-то металлические конструкции, все натяп-ляп сделано. Но зато, вот что меня удивляет, здесь находятся две точки сигаретных киосков. Я с уважением отношусь к бизнесу, бизнес есть бизнес, но подождите, мы с вами разговариваем о здоровом образе жизни. Стоит вопрос о том, что надо сделать беговую дорожку вокруг корпусного парка и при этом сигаретные киоски. Давайте еще литероводку откроем или пивную разливайку. Ну, немыслимо, о каком здоровье может быть речь, если здесь стоят сигаретные киоски. Я не могу понять. Но все бы ничего, может быть я еще и молчал бы, и в принципе по поводу сигаретных киосков я давно молчу. Но ситуация, вот смотрите. И в то же время здесь мы имеем вот такую вот спорт лото. Все мы прекрасно понимаем, что это за организация и чем она занимается. Я не могу понять, как можно расценивать вот это происходящее. Смотрите, что происходит. Этот подземный переход в принципе в городском ведении курирует все это такая организация Полтава Сервис. То есть, кому сдавать в аренду, кому не сдавать, принимает решение Полтава Сервис. А это организация в прямом подчинении городским властям. У меня возникает вопрос, так городские власти против игрового бизнеса или все-таки за? Судя из того, что город отдает в аренду под игровой бизнес, площадя, значит и городские власти все-таки за? Если против, то зачем они отдают? И что самое удивительное, что это же происходит, понимаете, даже рядом. Вот космолот в том здании, в котором город ведет судебные тяжбы по поводу того, чтобы убрать целую пристройку. Но тем не менее разрешает космолоту существовать. Как это можно сопоставить все это, я не могу понять. Здесь нельзя ресторан, да, пристройка, все. А космолот, значит не пристроился космолот, а просто в здании. Значит все, слава богу, значит все хорошо. Власть противоречит сама себе. Я считаю, что если власть поддерживает мнение большинства полтовчан в том, что не должно быть в городе игорных заведений, значит власть не должна сдавать в аренду площадя. Ну, логично так, правильно. Но, к сожалению, эта логика только моя, а не власти. Имеем то, что имеем. Вот такая вот ситуация. Всем хорошего настроения. Ну, и не расстраиваемся. Наши миллионы потрачены в никуда. И что с этого, мы сами видим. Всем хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok